Хорошо бы еще чуть-чуть подумать над этой задачей, а именно, наоборот, какое наименьшее количество крестиков, которое может остаться на доске так, что стереть ничего нельзя. Ну вот скажем, на доске 4 на 5, какое количество крестиков можно поставить так, что по нашему правилу, что стереть их нельзя. Понятно. Сколько? Два. Четыре, конечно. Просто ставите вертикальный столбец и все. Хорошо, четыре. А вот интересно, если доска, например, 8 на 8. Вот, докажите. Да, замечательно. А может быть, может, как-то лучше. Повторяю вопрос. Есть доска 8 на 8. На ней расположены 7 или меньше крестиков. Докажите, что их все удастся стереть. На доске размером 8 на 8 у вас 7 крестиков. Если вы видите квадрат, в котором только один крестик, то этот крестик разрешено стереть. Задача. Докажите, что удастся стереть все. Да. У вас есть решение? Да. Вы хотите рассказывать? Сколько здесь есть квадратов 4 на 4? 4 на 4. 2 на 2. 2 на 2 это много. 49 штук. А то, что? Нам же интересно знать, что из 7 крестиков, почему удастся хотя бы один стереть? Потому что если неважно, как у них в порядке, то есть, не важно как, значит, все равно есть хотя бы один квадрат 2 на 2, в котором есть, неважно, в каком месте, в правом верхнем или в левом уровне. Не важно, то, что есть волк один, то есть. Садитесь, нужно строгое доказательство. Надо очень важно понимать, что в математике не бывает ни строгого решения. Вернее, их такая вещь, как применение практики, там бывает много чего. Но в науке просто смысл всей деятельности математики изучает. Кстати, все знают, наверное, фразу Калмагурова по этому поводу. Было такое замечательное в 20 веке. У нас есть замечательный человек, именно Андрей Галмагуров, один из действительно крупных учебных нашей страны. Так вот, размышляя о том, чем занимается математика, он произнес такую правду. Математика изучает простейшие закономерности явления окружающего нас мира. Те, которые удается как-то строго, четко выразить, в связи с их несложным законам, а дальше добавим, более сложные явления обычно не поддаются никакому изучению. Итак, на доске размером 8 на 8 есть 7 крестиков. Докажите, что хотя бы один можно стереть. Ну и 6 то же самое, если не больше, чем 7 крестиков. Да, пожалуйста. Каких-то квадратных 2 на 2 должно быть 2 крестика, потому что так вы сможете устрелить. Ну в каких-то 0 крестик, в каких-то 2 крестик, да, и что-то в каких-то 2. И что? А, ну и так, и так, что я сделаю. У вас нет решения. У вас есть сообщение о том, что вы хотите что-то сказать об этой задаче. Отлично, но это не решение. Если я скажи, что это не университета, это по стороне. Почему? Потому что за несколько сторон... Стоп! Единственное положение, при котором квадратики не будут стираться, это когда они, скажем, по вертикали или по горизонтали. А вот дальше вы идете замечательно... Даете совершенно замечательное объяснение. Потому что тогда они защищают друг друга. Замечательно. А может быть они сумеют защитить друг друга как-нибудь по-другому? Между прочим, не надо думать, что вот такого типа штуки легко придумать. Я вам что-то скажу. Вот эта вот якобы простая математика, когда нужно произнести одну, но четкую фразу, чувствуется намного сложнее, чем многие вычислительные задачи. Не могу вас оградовать. У абсолютного большинства людей способность решать вот такого типа задачи, как мы сейчас решаем, резко усиливается в последние два или три школьных года. То есть вот это вот вообще умение от этих логических, абстрактных рассуждений, оно, к счастью, в какой-то момент у большинства людей очень-очень-очень становится лучше. Поэтому не надо думать, что в этом вы всегда будете вот такие, как сейчас научитесь. Я уже не знаю, у каждого, конечно, лично, но у большинства людей. Поэтому тот же самый Толбогоров, между прочим, советовал, не занимайтесь математикой и вообще наукой с людьми младше 14-15 лет. Все равно тут никакого. Все равно вы будете учить, а в большинстве случаев это, что называется, ну, это, конечно, немножко мрачный подход к делу, да, что учить надо только начиная там с 15 лет. Вот. Но в чем Толбый прав? Действительно, многие способности резко усилят, резко возрастут. Вот. Я все равно считаю, что учить надо, на самом деле, с нуля. Вот. Потому что чем больше вы сделаете сейчас, как вы на самом деле, потом будете умнее. Вот. Но с другой стороны, не надо отчаяниться. То есть те из вас, кто сейчас ничего не могут, это не значит, что вы всю жизнь ничего не сможете. Если крестиков восемь, то единственный вариант, когда нельзя ни один из них уничтожить, это если они идут либо по одной вертикали, либо по одной верзонтали. Отлично. Почему? Потому что в любом положении, там будет в любом квадратике 2 на 2, больше чем в квадратике. В любом квадратике, в котором есть крестик, а крестик все равно попрессит. Ну и что? Ну, тем самым, ни один крестик нельзя уйти. Нельзя убрать. Ну, это тут нельзя. А может быть, здесь какая-то другая фибрация с тем же свойством? Нет. Почему? Нет. Потому что если у любой другой фигура, хотя есть, есть, но с более большим количеством крестиков. Почему? Это все равно ощущает, что через крестикали и крестикали. Почему? Давайте я сейчас докажу, что полеты по воздуху у человека невозможны. Докажу очень легко. Смотрите. Вот, представьте, свалят у вас, да, вообще? Замечаете. У вас есть лошади, у них есть телеги, есть сани. Отлично. Отлично. Что можно сделать с лошадью для того, чтобы конструкция полетела? Привязать и крылья, конечно. Отлично. Ну, привязали крылья, не летит. Сделать, чтобы лошадей была бы не одна, а, скажем, восемь. Отлично. Отлично. Будет мощнее. Берем двигатель, ставим на эту конструкцию. Отлично. Сажаем людей, пусть они тоже крутят, какие-нибудь там упрощают. А дальше простой расчет показывает, что у вас не хватает. Понятно? Не хватает подъемной силы, не может лошадь. Замечательно. Убираем лошадь. Оставляем ту самую телегу или каретку. Привязываем к ней крылья. Самолет не может снять. Нет, никакого самолета. У нас пока что просто карета с крыльями. Ставим на нее даже мощный мотор. Едет, колеса отваливаются. Слишком большая скорость. Колеса не выдерживают. Лучше колеса. Ставим мощные колеса. Ребята, никакой небольшой модификации невозможно из повозки, в которой разбыли лошади, сделать самолет. Нужна принципиально другая конструкция. А кто понимает, почему самолет вообще лезет? Надеюсь, что в самолетах многие летают. Понимите руки, кто хоть раз летел в самолете. Один раз. Отлично. Один раз тоже хорошо. Значит, вы уже все знаете. Спасибо. Спасибо. Потому что там количество не зависит. И важна идея. То есть вы верите в существование самолету, правда? Да. Отлично. Все верят. При разгоне самолетов он набирает такую скорость, в которой аэродинамика, вредер, которые могут двигаться. Да. Они по в такому положению, либо по в такому. При взлете они в таком положении, потому что в таком положении воздух будет поднимать самолет. Отлично. Почему он поднимает? Посмотрите, я бегу. Если я очень быстро бегу, то воздух мне мешает. То ничего не поднимает. Почему воздух поднимает самолет? Да. Потому что у него есть плоские крылья, и он бежит, разбегается. А эти крылья поднимают за счет подъемной силы. Откуда возникает подъемная сила? Смотрите. Что такое, по большому счету, крыло? Крыло – это же простая штука. Это, если в сечении рисовать, это что-то такое, правильно? Отлично. Вы тащите это крыло каким-то способом вперед. Возникает сопротивление. Из-за чего возникает сила, направленная вверх? Вольно? Да. Возникает сопротивление, что крыло определенно направленное. Так что воздух сам пытается выбраться не в саму конструкцию, а вниз. Он соскальзивает с нее. Не понял. Если вы тащите крыло вперед, то вы тем самым воздух толкаете тоже вперед. Он что-то это дает сдачу. Но дает сдачу, он что-то это с назад. То есть сдачу в таз? Почему? Он что-то дает сдачу, что он поднимает. Между прочим, самолет вообще не тяжелый. Почему самолет поднимается из-за рычага? Из-за чего? Из-за рычага. Не понял, а какого? Рычаг. Какого рычага? Просто когда самолет разгоняется. Но когда самолет очень сильно разгоняется, то он добирается в приемную скорость. Да. Но при которой, если он начнет, если он начнет, и щелкополять скорость, то он начнет далкнуть. Есть. Секунду. Смотрите. Если вы сумели разогнать самолет, и после, он, так сказать, у вас действительно подпрыгнет, но после этого просто крохнится, и полет закончится через несколько метров, или через несколько сотен метров. Тут ведь важно, что он не просто разгоняется, а он после этого долго летит. Причем иногда не одну тысячу километров. Да, пожалуйста. Это вниз. Это же потому, что сверху и снизу раз вверх. Просто как выталкивает вверх. Секунду. А почему выталкивает вверх, а не вталкивает вниз? Потому что снизу давление гораздо больше, чем сверху. Опа. Тут разница высоты. Вообще высота крыла какая-то. Полметра, не больше. Разница. Понимаете, если бы шла речь о давлении здесь, и давлении на трех километрах вверху, да, была бы больше давлений. А за счет того, что он на большой скорости. И что? Не за счет этого, он летит, а за счет того, что придет, что найдет сопротивление воздуха, он расстанавливается гораздо меньше. Сопротивление воздуха мешает лететь. Оно не может поднимать вверх. Это оттекает. Но на него есть у нас. Есть человек на самом деле это знает? Снизу ручку? Да. Вот, это нашельный эксперимент. Да. Допустим, любой плоский предмет, легкий, вот так выхлаждает. Да. при довольно большой скорости нижней рукой вы чувствуете, что туда идет какой-то порыв Понятно, вы толкаете воздух, естественно, как в метро, когда стоишь и приближается поезд перед собой, конечно, поток воздуха тащит. Замечательный и долг. Ну, долг, и этот воздух помогает ему отколкнуть. Почему? Почему не вниз? Почему вверх? Потому что пилот управляет, он говорит каждой молекуле воздуха, он дает команду крылу направиться в определенное положение Вы поставили крыло, чтобы добиться максимальных результатов, надо взять вот это крыло и поставить вот так и, так сказать, вперед толкать. Замечательно! Никакой подъемной силы. Давайте перед собой тащите воздух, недолго вы его протащите и сопротивление вас остановит и упадете. Накрот крыла? Накрот крыла? Накрот крыла? Накрот крыла? И еще. Гляд, ну вот накрот крыла. Если вы внимательно посмотрите на крыло, то вы обнаружите, что на самом деле оно не такое, как я вам написал. У него гораздо более интересная форма. И, как ни странно, это имеет отношение к тому, есть у него подъемная сила или нет. Замечательно! А почему они работают, ведь сами рули? Замечательно! Замечательно! Да! А что такое закон Бермулли? Замечательно! О! Ребята, есть закон Бермулли, но я не помню, как он звучит. Отлично! Отлично! А есть у нас здесь человек, который помнит, как он звучит? Да! Закон Бермулли плохим, что... На самом деле, правильное слово. Бермулли, это было несколько, была такая печальная магическая семья. Вот, и действительно, полет самолета определяется этим самым законом Бермулли. Осталось вспомнить, что это такое. Закон Бермулли плохим. Если девочка, где-то идет с водой, вместо катера, то давление будет везде одинаковое. С одинаковым. Ага. Давление по закону Бермулли везде одинаковое. Все, спасибо, садитесь. Ребята, вообще, есть такой закон, про то, что давление везде одинаковое. Только он называется вовсе не Бермулли, а называется он Паскаль. Давайте я объясню, про что нам сейчас на самом деле сказать. Если у вас есть, неважно жидко, все что угодно, неважно какой формы сосуд, то когда вы будете смотреть давление на некоторый уровень, то независимо от формы сосуда, вот вы здесь можете, скажем, не знаю, еще что-нибудь какое-то нарисовать и так далее. Везде, здесь давление будет абсолютно одинаковое. И вот на этих точках, на этом уровне, давление тоже будет абсолютно одинаковое. Есть такой закон, только он относится к неподвижной жидкости. Назвать воздух неподвижным во время полета, совершенно невозможно, потому что там как раз вся идея в том, что есть движение. Закон Бермулли – это о давлении в движущемся газе или в жидкости. О давлении в газе или в жидкости, когда есть движение. Простое упражнение. Берете вот тетрадку, лучший листок. Вот, получилось. Увидели? Вещь очень простая. Что я делаю? У меня есть легкие. Я на них нажимаю. Оттуда выходит воздух. Водично? Он приходит с некоторой скоростью. Смотрите. Идею очень простая. Почему листочек, когда я дую, поднимается? На первый взгляд, это вообще абсолютно непонятная штука. Вот смотрите, у меня был листочек. У меня был листочек. Что я делал? Я дул вдоль него. Что значит дул? Это значит поток воздуха. Правильно? Казалось бы, что должен делать этот выдуваемый поток воздуха? Он сказал бы, поток воздуха должен все расталкивать. А если расталкивать, то он должен в эту сторону листочек отбрасывать. Отбрасывать. Еще подробно. Когда у вас есть, не важно, жидкость или газ, которые в разных своих точках движутся с разной скоростью, то чем больше скорость, тем... Закон вернули в власть, когда у вас есть газ или жидкость, у которых в разных точках разной скорости, то чем больше в каком-то месте скорость, тем меньше в этом месте давление. На первый взгляд это совершенно странно. Почему это так? Казалось бы, он движется быстро, он должен всех расталкивать. Ничего подобного. Оказывается, что когда быстро движется, то наоборот в этом месте давление маленькое. Каким образом это легко, как это легко увидеть? Если у кого-то есть шарик, ну, бывают такие, для разных детских игр, ну, просто небольшие пластиковые шарики, да? Вот, ну, пинг-понг или что-нибудь в этом роде. Делать это очень просто. Проще всего ванну. Проще всего ванну наполнить водой, когда будете купаться, кладете такой шарик и включаете ровную струю воды. Здесь важно не из душа, а просто ровную, спокойную струю воды. Ну, естественно, она будет попадать на шарик. Она будет его обтекать. Вот. Ну, и там дальше как выходить? Замечательно. Ну, смотри, что происходит. У вас сверху течет вода, правильно? Давит на шарик. Нормальный человек что скажет? Ну, как, вода ровно по центру уже не может, невозможно идеально точно поставить этот шарик. Невозможно. Значит, на самом деле шарик будет чуть-чуть, хоть на миллиметр, но смещен. Ну, замечательно, пьет вода сюда, выталкивает этот шарик. Значит, буквально за долю секунды шарик будет вытолкнут из струи. А вот ничего понятно. Если вы на самом деле шарик положите, и более невозможно его установить, вы обнаружите замечательную вещь. Даже если вы не совсем по центру поставили, он будет станет чуть-чуть вливаться, и после этого установки не выходит из струи. И вы можете прибавлять струю. Он там будет, так сказать, танцующий, чуть-чуть танцующий, даже ровно. Бывает? Что? Такое что? Такое что? Абсолютно верно. Бывают такие, фен, знаете, да? Поток воздуха дает. Отлично, да, можно такое сделать с шариком. В струе шарик будет плясать. На первый взгляд это вообще абсолютно всему противоречит. Потому что, ну как же так? Не можем же мы идеально точно его поставить. А ответ очень простой. Тот самый закон Меркуль. Где движение, там низкое давление. Отлично. Что происходит, когда шарик вот так вот чуть-чуть сдвинулся? Происходит очень простая вещь. Он постепенно переходит к области большего давления. А здесь давление низкое, значит его вытолкнет сюда. Если его вытолкнет сюда, то он опять попадет в область высокого давления и его вытолкнет назад. То есть это можно вот реально увидеть. Ну, разумеется, в школе вы это в старших классах будете учиться. Что дается с доказательством. С формулой, там, закон сохранения энергии и так далее. Вот. Но для, так сказать, первого понятия, вот достаточно проделать это только с шариком и подуть вдоль листка. И все поймете. Так. Так теперь поняли про самолет? Да. Создают область, где воздух движется быстро. Вот крылом должна быть область какая? Воздух. Где воздух замедляется. Отлично. А теперь, кто сможет примерно нарисовать сечение крыла? Ну, разумеется, там, специалисты надо сейчас смеяться будут. Но, тем не менее, примерно, как выглядит крыло для того, чтобы достичь этого эффекта. Да? В разрезе. Как пример-то должно выглядеть в другом разрезе, чтобы все было хорошо. Это что за? Не такое. Точно не такое. Да, пожалуйста. Такой. Ага. Это в обратную сторону. То есть, вы думаете, что надо вот этой штукой, так сказать, набегать на поток воздуха. Да? Неправда. Вот это ближний ответ. Ну. Так. Я сейчас нарисую меру своего разумения. По-моему, выглядит примерно вот так. По-моему. Так. Где нужно сказать это? Есть книжка «Печерная задача патематики». Там есть задача. «Почему все стоп-краны в самолетах красного цвета?» Или там все синего цвета, да? Замечательно. Замечательно. Дело в том, что, когда я их писал, я имел в виду следующую примитивную мысль. Что, ну, как бы, самолет останавливать в воздухе нельзя. Это вам не вертолет. Вертолет может зависнуть и своими мостями спутить, понимать, да? Держать себя на одном месте, а самолет нельзя. Поэтому там стоп-краны не может быть. А вещь, которая не может быть, ну, она всех цветов сразу, да? То есть крокодил, присутствующий на этом уроке, он и зеленый, и красный, и синий, и какой угодно. Просто потому, что его нет. Отлично. И представьте себе, что несколько лет назад, после того, как мы дошли до этой задачи, мы ее решили замечательно, на следующее занятие приходит ученик и говорит, «А у меня дедушка, пилот, он тут вам фотографии из кабины самолета велел передать. Там стоп-кран, оказывается, есть. Более того, оказывается, в разных самолетах этот самый стоп-кран, господа, разного цвета. То есть абсолютно есть в самолете стоп-кран. Только он вовсе не для того, чтобы во время полета, там, на десяти километрах его работать. А он, наверное, так устроен. Когда происходит осадка, то в некоторый момент, там, на некую ручку, летчик зажимает, переводит ее в положение, и дальше автоматика правильным образом останавливает. Пробовать объяснить. А что прям? Да, есть такое. Замечательно. А когда его включать? Он включает при посадке и очень нелегко при взлете. Но это когда сильный ветер бывает. Стоп-кран включают при взлете. В какой момент? Когда слишком сильный ветер, который иногда может сбить самолет, чтобы сохранить... Когда он стоит или стоп-кран прямо во время разбега? Когда во время разбега, я уже понимаю, что он совершил ошибку. А, когда он хочет резко остановиться. Понятно. Ну, вот видите, оказывается, даже нелепые вещи, типа 100 градусов в валюте, оказывается, что на самом-то деле они существуют. Так, давайте я попытаюсь объяснить, что называется идея вот этого. Идея такая. Когда крыло, что называется, набегает на поток воздуха, то здесь вот идет воздух, и поскольку здесь у вас такой подъем, то вот этот поток должен расшириться. Если он расширился, то автоматически скорость становится меньше. А там, где скорость меньше, там давление больше. Здесь получается довольно большое давление. Но оно во все стороны, конечно, в частности вверх. Наоборот, здесь в этом месте должно происходить сужение потока, то есть вот эта вот спинка должна быть вот так, для того, чтобы в этом месте воздух шел с большой скоростью, а там где большая скорость, там давление маленькое. Соответственно, мы так должны подниматься. В общем, господа, дальше надо смотреть настоящие картинки этих самых крыльев и, что называется, обнаружить, как это там на самом деле. Возвращаемся к этим. На шахматной доске поставили несколько крестик, не больше синишных. Докажите, что найдется квадрат размером 2 на 2, в котором ровно один крестик. Если крестиков семь, то найдется горизонталь полностью свободная от крестиков. Согласны? Итак, мысль номер один. Горизонтали восемь штук, крестиков не больше, чем семь, значит найдется свободная. Давайте ее ноликами пометим. Может быть, что это прямо низ или самый верх, не важно. Какая-то горизонталь абсолютно свободная от крестиков. Точно так же. В вертикали восемь окрестиков меньше, чем восемь. Значит найдется какая-то вертикаль, опять я не знаю, какая-то вертикаль свободная от крестиков. А дальше смотрите, если я знаю, что вот здесь крестиков нет, то я могу и этот стереть, если он здесь будет. Согласны? Отлично. То есть я могу считать здесь. Если здесь нет, ребята, я могу дальше проходить вертикаль за вертикалью, так сказать, зачищая. Понятно, да? Вот здесь у меня три нолика, значит можно считать, что и здесь. И так далее, и так далее. И так пройду по всей доске. Как только возникли вертикально и горизонтально свободные от крестиков, то можно пройти по всей доске. Заметьте, пожалуйста, я произнес две высшие степени простые мысли. Есть свободная от крестиков вертикально, и вторая мысль, есть свободная от крестиков горизонтально. Но это полностью решило задачу. Спасибо. Спасибо.